Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что же он скрывает от тебя, что он тебе не расскажет. И давайте долго тянуть не будем, да? Начнем наш расклад. Итак, это у нас карта первого варианта. Это карта у нас второго варианта. И это карта у нас третьего варианта. Выбирайте свою карту, и мы с вами приступаем к первому варианту. И карта «Отшельник». Если кратко, если хочешь просто посмотреть до этого места и уйти, то он хочет одиночества. Карта эта указывает, что он скрывает от тебя вот эти свои внутренние поиски, потребность в одиночестве. Возможно, потому что не хочет тебя беспокоить или не уверен, как ты отреагируешь на вот эти его потребности. И он очень сильно нуждается в одиночестве для того, чтобы разобраться в своих мыслях, в своих чувствах. И это время, оно необходимо ему для восстановления, для нахождения внутреннего баланса. Подумать ему нужно. И он переживает период глубоких размышлений о своей жизни, про свои цели, о смысле существования. И вообще, зачем ему нужны эти отношения. И он ищет ответы на важные вопросы и пытается понять, что ему действительно нужно. Он чувствует, что он вот немножко потерялся. И он пытается разобраться в своих чувствах к тебе. И когда он разберется, он, возможно, скажет их. Но он сейчас не хочет нагружать тебя вот этими своими проблемами и прочее, и прочее. Он решил, что сам найдет ответы. И его вот это желание побыть одному, да, уединиться, оно вызывает у него внутренний конфликт. Особенно если он чувствует, что вот должен быть рядом с тобой и делиться своими мыслями, чувствами, но он не хочет. Вот, понимаешь? И он это скрывает. Вот, как сказать, глушит вот это. И одел сейчас перед тобой маску какого-то счастливого человека, да, ну или там в отношениях. Но на самом деле ему нужен покой, уединение и так далее. И он сейчас очень сильно сосредоточен вот на поиске глубокого смысла в своей жизни, да, и смысла в этих отношениях. И это стремление, оно занимает большую часть его мыслей и времени. И он еще по этой карте может бояться, что если откроется тебе, то ты не поймешь его вообще и не поддержишь. И эта неуверенность, она заставляет его скрывать вот эти свои истинные чувства и переживания. Что же делать тебе в этом случае, да? Дай ему понять, что ты уважаешь его потребность в уединении. Покажи, что ты готова поддержать его в этом процессе. И скажи, любимый, а поедь ты на рыбалку. Я тебя отпускаю. И пусть поедет на рыбалку, да, или там к друзьям куда-то и так далее. Но чтобы он побыл отдельно от тебя. Понимаешь? Или вот создай атмосферу, где он будет чувствовать себя в безопасности, да, делясь своими мыслями и чувствами. То есть поддерживай его, не осуждая. И обязательно избегай вот этого давления и каких-то там настойчивых вопросов, да. Дай ему время и пространство, чтобы он сам решил, когда готов поделиться своими переживаниями. Сейчас ты, как сказать, давишь на него. А что с тобой, а что с тобой и так далее. Возможно, даже ругаешься, да, из-за этого. Но нужно проявлять заботу и внимание, чтобы он знал, что ты рядом, и ты готова помочь в любой момент, а не сверлить ему мозг. И вот такая твоя поддержка, она поможет ему чувствовать себя более увереннее. И тебе нужно понимать, что вот этот процесс мышления у него, да, он может занять время. Поэтому наберись терпения, наберись понимания, чтобы он знал, что ты готова поддерживать его на этом пути и готова дать ему время и пространство. То есть отправить его на рыбалку, и ты совсем не против. Поэтому отшельник, он говорит о том, что он скрывает свои вот эти внутренние поиски, да, и вот потребность в уединении. Он нуждается в этом времени для самопознания, восстановления, да, разобраться в своих чувствах. Понимаешь? Он немножко потерялся. И вот если от тебя будет поддержка и понимание, то они помогут ему чувствовать себя увереннее. Поэтому проявляй заботу, ту, которую женщина должна давать мужчине. Не как мама ребенку, а как женщина своему мужчине. Понимаешь? И создавай пространство для откровенности, да. Будь терпеливый. Он придет к этому сам, без пиления его мозга, и сам раскроется. Создай пространство. То есть он это увидит, немного пообвыкнется, и сам расскажет, о чем думает и так далее. Это у нас был первый вариант. Давайте перейдем с вами ко второму варианту. У двоечек звезда, и это карта надежды, вдохновения, да. И, соответственно, она указывает на то, что он скрывает от тебя свои истинные желания, истинные мечты, да, истинные надежды. И он не решается делиться с тобой вот этими самыми сокровенными планами, да, опасаясь, что ты не поймешь его. Ну, или не поддержишь его. То есть он скрывает вот свою мечту, амбицию и так далее, к чему он стремится, о которых ты не знаешь. Эти мечты могут касаться, там, его карьеры, да, личных каких-то задумок, или даже, может быть, видение будущего ваших отношений, которое он держит в секрете. Понимаешь? Он надеется вот на определенные какие-то изменения в своей жизни, ну, или в ваших отношениях. И он пока не готов делиться этим, понимаешь? И эти надежды на вот эти изменения, они могут быть очень личными и важными для него. То есть он хочет, чтобы вот это, вот это, вот это в ваших отношениях поменялось, да, например. Но он не говорит, потому что боится, что ты скажешь, я не такая. Ну, понимаешь, да, про что я? И у него есть творческие, вдохновляющие идеи, которыми он не делится. Это может быть связано с каким-то новым хобби, ну, или каким-то его новым начинанием, которые он пока с тобой не готов обсуждать. И он это скрывает. И эти мечты, да, надежды, они дают ему внутренний оптимизм и энергию. И он черпает из них вот эти вдохновения, да, создаёт свои сокровенные желания. Но с тобой не делится, ещё раз повторяю, потому что боится, что ты его не поймёшь. И он сейчас становится осторожным с тобой, понимаешь? Он может быть вот осторожен вот в своих словах, да, в своих действиях. Он боится раскрыть свои планы слишком рано. И эта осторожность вызывает у него, как сказать, немножко противоречия в голове, понимаешь? То есть внутреннее напряжение. И вот этот разговор, который он, возможно, готовит, да, о своих сокровенных мечтах, он его готовит очень тщательно, потому что он знает, что если сейчас раскроет этот секрет, чего он задумал, да, это сделает его уязвимым, понимаешь? Он боится осуждения от тебя или какого-то непонимания, поэтому он предпочитает пока держать это желание при себе. Что делать тебе? Будь готова поддержать его вот в любых, чего он там задумал. Пусть он знает, что ты будешь рядом, независимо от того, насколько это его желание сильное, да? И чтобы он раскрылся, то немножко проявляй искренний интерес к его жизни, да, к его мечтам. Сядь и поговори. И не говори в лоб. А я знаю, что ты что-то задумал. Ну-ка, раскрывайся. Нет, не так. Спрашивай его вот о том, что его радует, да, о чем он сейчас думает, о чем мечтает. И это поможет вот ему почувствовать твою поддержку, да, и открыть свою мечту. То есть он скрывает от тебя свою мечту, которую задумал. И поддерживай его уверенность. Говори ему, что ты веришь в него, да, веришь в его способности. И твоя уверенность вот в его силах, она поможет ему стать более открытым с тобой. И знаешь, еще есть такой психологический вариант, да, чтобы он раскрылся. Это чтобы ты поделилась сама с ним, первое, своими собственными мечтами, да, какими-то фантазиями. И это вдохновит его сделать то же самое, понимаешь? И вот это твое, как сказать, раскрытие своей собственной мечты, фантазии, да, это создаст атмосферу взаимного доверия, и он в ответ тоже раскроется. Это маленькая манипуляция, чтобы узнать его сокровенную фантазию. И понимаешь, что ему нужно время, чтобы вот открыть свою вот эту мечту. Поэтому будь терпеливый и не дави на него со словами. Дед мне в раскладе рассказал, что ты чего-то задумал и мечтаешь о чем-то. И давай-ка выкладывай, иначе кушать не будешь сегодня. Так не надо делать. Поэтому наберись терпения. Поэтому резюмируем, да. Звезда говорит, что он скрывает свою какую-то сокровенную мечту, возможно, фантазию, да. И эта мечта, она источник его внутреннего оптимизма, внутренней энергии. Но он пока не готов делиться с тобой. Поэтому создай поддерживающую атмосферу, да, проявляй интерес и поддерживай его. Уверенность в себе, чтобы он раскрыл вот эту свою фантазию или мечту. И, еще раз повторяю, можно сманипулировать, только не говори, что это дед тебе сказал. Поделись очень сильной фантазией с ним. И в ответ скажи, а у тебя вот что есть? Или у тебя что-то слабенькое, да? И он расскажет тебе и выдаст. Ну, если, конечно, еще не привык к твоим манипуляциям, мой юный друг. Такой был у нас второй вариант. Давайте посмотрим, что у нас у троечек. Ну, у троечек понятно, да? Пятерка Пентакли – это карта потерь, страданий и так далее. Он скрывает от тебя, скорее всего, финансовые трудности. Он скрывает от тебя свои проблемы и переживания, связанные с нехваткой денег. Ну, или, возможно, трудности жизни, да, очень сильные. Он переживает сейчас огромные проблемы с деньгами. И он эти проблемы не готов обсуждать. Это может быть связано с каким-то долгом, да, или потерей работы. И поэтому он боится твоей ответной реакции. То есть он боится, что ты будешь осуждать его, понимаешь? И пилить. Он ощущает еще, что ему чего-то сейчас не хватает в жизни. И это твоя поддержка эмоциональная, не финансовая поддержка, эмоциональная. Потому что, ну, тут явно долг, понимаешь? Но рассмотрим все варианты. И вот это вот чувство нехватки денег, да, он сейчас пытается решить своими любыми другими способами. И надеется, что он это решит, пока ты ничего не узнала. Поэтому в твоих глазах все так, как было, да, до и после. А вот этот промежуток он скроет. И он сейчас ищет деньги. И в его душе сейчас огромные переживания. Он сейчас чувствует себя максимально одиноким и изолированным. Понимаешь? Даже если он внешне выглядит спокойно, он внутри страдает. И эти вот переживания он от тебя скрывает, чтобы просто не беспокоить тебя, чтобы ты не волновалась. И эти проблемы у него вызывают вот чувство беспомощности, да, неуверенности в своих силах. Он чувствует, что он не справляется с трудностями и не знает, как выйти из сложной ситуации. И он боится, что ты не поймешь его, да, или даже осудишь его вот за эти проблемы. И этот страх, он заставляет его замыкаться в себе. И, соответственно, он не делится своими вот этими переживаниями. И вот скрытие вот этих проблем, да, вызывает у него огромное напряжение. Он чувствует, что несет на себе непосильный груз. И разделить он этот груз вообще не может. Поэтому покажи, что ты готова поддержать его. Независимо от его проблем, твоя забота и понимание, они помогут ему чувствовать себя в безопасности, делясь вот своими переживаниями, понимаешь? Пусть он знает, что ты рядом не только в трудные моменты, а не только в хорошие моменты, но и в трудные. Понимаешь? В итоге он скрывает от тебя, что у него долги. Вот такая вот штука. Такой был расклад. Помните, что дед всегда рядом и всегда готов вас поддержать. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы меня не потерять. И обратную связь обязательно оставляйте. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!